Здарова! С вами Настольный Сюр, и сегодня мы с вами погрузимся в фэнтезийный мир настольной игры Кризис Светилища. Кризис Светилища это довольно линейная настольная ролевая игра. Да, по сути Кризис это не то чтобы настольная игра, это такой базовый формат попробовать настольные ролевые игры, без необходимости изучать огромные талмуды, ДНД, Пассфайндера или какого-нибудь World of Darkness. И наше с вами знакомство с этой игрой начнется с описания внутрянки этой стильной коробочки. Здесь вы найдете ширму мастера, четыре двусторонних планшета персонажей, карты предметов, как стартовых, так и не очень, карты предысторий и карты способностей, карты неигровых персонажей и карты локации, карточки состояний, иран, белые кубики игроков и черные кубики мастера, игровую карту местности, а также кучу всевозможных жетонов. И собственно да, у вас в компании должен быть один специальный игрок, что станет мастером, который изначально изучит всю местную вселенную и пройдет по всему повествованию, чтобы впоследствии ваша игра шла как по маслу. Причем местный мир, хоть и не раскрывается досконально в рамках этой коробки, но интригует той информацией, что нам дают. Вообще это фэнтезийный мир, где существует восемь богов, что концептуально напоминают египетских, они похожи на людей с головами животных. Потому здесь частенько их по этим животным и называют обезьяна, сова, краб, лань и так далее. Каждый бог изначально управлял одним из восьми регионов, но боги давно отошли в сторону и нынче тут правят бароны. Но влияние богов все равно довольно сильно, и у каждого из богов есть свои жрецы, что несут его слово в мир. Помимо всего этого в мире существует восемь гильдий, но они уже не тесно связаны с богами и выполняют различные необходимые для общества функции. Мы, как игроки, участники гильдии первопроходцев, что исследуют всякие отдаленные участки местных земель и лезут во всякие заброшенные катакомбы и проклятые острова. В процессе игры мастер будет зачитывать небольшие экспозиционные описания или диалоги, предоставляя игрокам возможность сделать выбор и пройти какую-то проверку. Для этого игроки будут кидать вот такой двенадцатигранник, у которого есть значение от нуля до трех, и сравнивать выпавшее значение с необходимым. Ваш класс, предыстория и снаряжение дадут вам бонусы в этих проверках, иногда просто плюс один к значению, а иногда возможность переброса. Конечно же, каждый класс, каждая предыстория и каждая шмотка дают какой-то свой бонус, какой-то своей уникальной проверке. Воин, например, имеет плюс в силовых проверках, а лучник в ловкостных и так далее. Проверки в игре бывают двух типов. Индивидуальные, когда кто-то конкретный должен пройти одну проверку, или групповая, когда вы все проходите эту проверку, и вам нужен хотя бы один успех. В процессе игры вы будете постепенно открывать новые локации, встречаться с новыми врагами и новыми друзьями, и все эти элементы игры будут отображаться в виде вот таких вот красивых карточек, которые мастер будет выставлять на своей ширме. Локации дают нам представление о том, где мы находимся, и частенько какие-то детали на арте могут подтолкнуть вас к тем или иным решениям. Здесь вы будете частенько сражаться, и в процессе боя, чтобы делать боевые действия, вам необходимо проходить определенные проверки. Сложность проверки индивидуальная для каждого противника. И отмечается вот тут. Но эту информацию знает только мастер. В бою вы можете сделать четыре действия. Во-первых, вы можете навалять противнику, да, нанося ему какой-то урон. Во-вторых, вы можете воодушевить союзника, чтобы тот лучше попадал в свой следующий ход. В-третьих, вы можете найти укрытие, чтобы лучше защищаться от противника. А в-четвертых, вы можете проанализировать противника, чтобы понять, какая у него слабость. И чаще всего вы будете подбадривать и биться. В бою присутствует инициатива. Кто бьет раньше, вы или противники? Так вот, когда бой только начинается, вы пытаетесь пройти проверку на внимательность, групповую. Кто-нибудь из вас заметил противника приближающегося? Если заметили, то вы начинаете биться первым. Если провалили, то вас враги застали врасплох. И теперь вы огребаете. За противников мастер кидает черный куб. И говорит согласно схеме, что с вами произошло. Если вы получаете три раны, то вы выбываете из этого боя, но после снова можете играть. В процессе игры неоднократно будут появляться ситуации, когда игрокам по-хорошему необходимо отыграть своих персонажей, поучаствовать в отыгрыше. И если игроки, по мнению мастера, справятся и максимально эффектно, приятно и нарративно опишут какую-то ситуацию, то мастер может поощрить игроков специальным жетончиком, который впоследствии игроки могут обменять на восьмигранный кубик, который уже в бою они могут кидать и усиливать значение своего двенадцатигранного кубика. Но единожды. Потому, будучи игроком, постарайтесь проникнуться этим миром, этим приключениям и вашим персонажам. Это выгодно. И в принципе все. Вы идете по сюжету, встречаете добрых и не очень персонажей, с кем-то сражаетесь, а с кем-то мило общаетесь. И в конце концов раскрываете тайну, что давала вам эта коробка. Ну, узнают игроки. Мастер и так знал все заранее. И даже больше. Но и мастеру, и игрокам полезно будет узнать про плюсы и минусы. Минусы. Первый минус для меня заключается в том, что есть максимально бесполезное движение в бою. Дело в том, что перед тем, как атаковать противника, проанализировать его или воодушевить своего союзника, вы можете пройтись. Но куда пройтись? Как пройтись? Для чего пройтись? Игра не говорит. То есть у вас нету боевой карты. Вы не знаете, где вы располагаетесь. Вы только это воображаете. Ну, в принципе, это хорошо. Но зачем давать возможность куда-то идти, если это никак не регламентировано? Нету никакой дальности. Черт его знает. Никто из тех, с кем я играл, и кто играл в эту игру, не смог дать ни ответа. Короче, это просто как будто бесполезный момент в игре. Можно смело его вычеркивать. На мой взгляд. И вот как будто бы, если выкинуть движение, то и черт бы с ним, то второй минус более существенный. Здесь практически отсутствует какое-то ветвление. Не важно, что вы выберете. Вы ударите человека или вежливо попросите. Итог будет совершенно одинаковый. У вас после вашего варианта доброго и злого, условно, идет всегда один и тот же ответ. То есть ваш отыгрыш, ваше мировоззрение ни на что не влияет по итогу. Вы так и так придете к тому, к чему хочет игра. И вот тот факт, что здесь, по сути, ничего не ветвится, нету никаких альтернатив, меня расстроило. Плюсы-минусы. Ну, первый плюс-минус, это такое продолжение предыдущего минуса. Здесь максимально линейное повествование. Весь сюжет идет от точки А до точки Б, до финальной точки Б. И промежуточные точки между ними. Все, у вас нет альтернатив. Пойти через правый разлом, через левый разлом. Вам пойти через лес или через реку. Вы идете по одному четкому сценарию, по одному четкому пути. И шаг вправо, шаг влево, расстрел. Второй плюс-минус, это реиграбельность. Она здесь не очень большая. Вы за раз узнаете весь сюжет. Да, впоследствии вы можете сменить класс, или даже этим классом поиграть с другой способностью и с другой предысторией. Но все равно сюжет останется неизменным. С другой стороны, вы можете поиграть сначала в качестве игрока, а потом в качестве мастера. И посмотреть на игру с двух углов. Но больше вряд ли вы за нее сядете. Плюсы. Первый плюс для меня, это добротный задел на новую фэнтезийную вселенную. Мне действительно было интересно изучить местный лор. Ну, ту небольшую часть, которую сюда запихнули. Хотелось бы здоровенную книжку с мироустройством и со всем-всем-всем. Но все равно было зачем последить, за кого попереживать, какие-то интересные повороты узнать, кто на кого работает, кто предатель, какие фракции населяют этот мир и так далее. В плане мироустройства интересно. Хочется больше, хочется добавки. Конечно же, отдельным плюсом хочется выделить прекраснейшие иллюстрации Винсента Дютре. Третий плюс, наверное, самый важный. Кризис — это великолепный вариант попробовать впервые НРИ. Если вы не хотите изучать здоровенные книги ДНД, вы думаете, что вас это поглотит, что это слишком душно, слишком объемно, и вы пока не готовы сразу прыгать в этот омут, не понимая, ваше это или не ваше. Это великолепный вариант попробовать. Да, в очень упрощенном варианте. Да, довольно прямолинейно. Но при этом вы впервые почувствуете все игровые моменты от НРИ. Вы сыграете в отыгрыш. Да, вы посмотрите, как прокачиваются ваши персонажи, как влияют характеристики, предыстории и прочие аспекты вашего персонажа на игровой мир, на проверки. Насколько вас удовлетворяет тот рандом, который творится в ролевках. Насколько вам нравится взаимодействовать с мастером. Насколько вам, будучи мастером, комфортно всем управлять. Насколько вам комфортно вести повествование и погружать игроков в какой-то фэнтезийный, да и не только фэнтезийный мир. То есть это очень клевый инструмент для первого раза. Следующий плюс также помогает предыдущему, потому что это динамика партии. Каждое ваше приключение, а у вас их здесь 8, ну здесь 8 глав одного большого приключения. Вот каждая глава это 30-40 минут. Это довольно динамично, быстро. И что прикольно, каждая глава заканчивается клиффхенгером. И вы прям ходите в следующую главу. Мы вообще садились играть в 2 главы. По итогу прошли за раз 5. Потому что, блин, интересно, что дальше. Блин, интересно, что дальше. Из-за этого я чуть менее подготовился как мастер, но все равно было интересно и круто. А вот про последний плюс хочется рассказать, но как будто бы это небольшой маленький опциональный спойлер. Дело в том, что в игре присутствует один жетончик, с помощью которого разгадывается очень бомбическая загадка. Она такая несколько нестандартная, особенно в рамках этой игры. И когда игроки доходят, как она работает, и как она помогает вам решить проблему в данный момент, они просто верещат от восторга. И я, к сожалению, был мастером. И я знал ответ. И потому я этого чувства не испытал. Но я видел со стороны, как ребята просто дико кайфанули, когда смогли разыграть этот жетончик. Было здорово. Вот ради него одного, наверное, можно засесть в эту игру и посмотреть, как там и что там. Ну и это последний плюс. Кризис светилища будет на русском языке, за что большое спасибо. Лавки игр! А в конце, честно говоря, я не очень знаю, что сказать. Я уже в процессе обзора все рассказал. Если вы опытный энерришник, вы играли в D&D, Pathfinder, да, какой-нибудь, Fragged Empire даже, и вы подумываете о покупке Кризиса, то нет. Вас он не впечатлит. Это прям шаг назад. Но при этом, если вы никогда не играли в энеррии, но все боялись подойти к этому большому монструозному чудищу, клевому чудищу, необычному чудищу, милому и пушистому местами, то вот это отличный вариант попробовать впервые. Даже так, если у вас был негативный опыт с большими громадными энеррии, например, у моей жены такое было, и у меня, возможно, Кризис вам понравится даже больше. Как раз-таки я, когда водил Кризис, я был впервые мастером, а со мной играли две девушки, подруга и жена. И вот подруга впервые играла в ролевки, как таковые, а жена с очень большим скепсисом подходила. И потому изначально я и готовил две главы. Стартовую нулевую, да, вводную, и первую, по сути. Потому что думал, что больше мы не отыграем. Но они втянулись в процессе и говорил, что мы больше половины за один вечер бахнули. За раз, по сути. В принципе, учитывая 30-40 минут за партию, за главу, вы можете отыграть Кризис за один вечер и получить весь большой спектр удовольствия от этого приключения. Вот. Надеюсь, я помог вам с выбором и пониманием, что же это за зверь такой, что же это за игра такая. А вы, я надеюсь, мне поможете и поставите лайки, напишите какие-нибудь клёвенькие комментарии, подпишитесь на канал и, возможно, даже зайдёте на бусти и поддержите меня рублём, чтобы Пашка отправлялся в клёвые фэнтезийные приключения с вот этими клёвыми, удивительными людьми. А на сегодня всё. Спасибо за просмотр. Не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. Бог обезьяна в нашем сердце. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин